Хочет из сокровища своей новой истины. И считалось сегодня, по порядку, как в церкви положено, что книжник подошел ко Христу, и у всех в такой порядке книжник это плохо. Книжники подыскивались, и не говорится о паритеях, то через запятую, книжники, все они подыскивались. И когда начинаешь человеку говорить, надо заниматься полумбором, ладно, книжники вот занимались, смотри, как в церкви, эти люди не везли в деревьях, они не знают, о чем говорят. Но книжник сегодня примерно, можно сказать, как изучающий Писание, а еще выше, я думаю, у них уже были книжники, наиболее неизвестно, это библиотекарь. Библиотекарь не только книжники выдает, он многое знает, когда нет клиентов, он считает. Ну, если кто не знает, я могу просто напомнить, кто позаботался о том, чтобы Ветский Завет был известен всему древнему миру. Библиотекарь Дмитрий Соловей. Соловей, того философа, был такой универсан. А кто разбил Библию на главные стихи и читаем? Библиотекарь Стефан такой. А вот этим-то все, переводы-то наши, откуда взяты? Мога говорят, как раз отсюда. Откуда? От библиотекаря, от книжников. Книжник это очень хорошо, это Христос говорит. Поэтому всякий книжник, всякий, любой, наученный Царству Небесному подобен хозяйству. Это в самом лучшем смысле. Книжник любой. Если его подправить, научить Царству Небесному, он уже в Царстве Небесном окажется. Применить надо отношение к слову книжник, согласно того, что мы читаем. Вот Левик 26-20 стих. Я прочту сихроват о том, что такое новое старое, которое он выносит. Что Библия говорит? Библия очень мало об этом говорит в совокупности. Говорит, выбросите старое ради нового. То есть такое были добили, еще не доели, и девать некуда. Значит, старое бывает ускоревшее. Откружившее свой проф. Лука 5-36. И никто не представляет заплату к ветхой одежде, отобрав от новой одежды. Иначе и новую разберет, и старой не подойдет заплату от новой. От отношения новой и старой. Новая путь не надо. Вот это здесь. Наше новое учение, учение христианское. Слово книжник встречается в днице и семьдесят две раз. В второй книге Макоейской 6-18 читаем. Илья Азар из первых книжников 90-летний, витма красивой наружности, не ел сына мяса. Обычно по старой человек, делаясь другим, показывает фотографию молодого, и ты перед ним стоишь, и ты подстрелишь, ну совсем не похожий. На кого ты похож сегодня? А это 90-летний и по четверти витма красивой наружности. Вот, заметьте, мужчина особенно заметный. Борода скрывает морщины, и как благородный он любит. У нас в городе есть люди, пожилые, инвалид войны, какой он благообразный, заходит, как патриарх такой. Их у нас старый, даже папа, римский, бритый, видишь. Ну, думаешь, зачем это можно? Ясно, что евреи боялись полки коврова Божия, данные им пресотворениями. Но у него главное было сокровище, он знал закон. В законе написано, не ешь шкатины, у которой нет одновременно развоенный посуд, глубокий разрез и жвачки. Вы так, если смотрите, шкатины, смотрите так, ну минут, хотя бы пять, и посмотрите на корову или на овечку, как патриарх у нее разрезано, и дальше, как оно не отваливается, как оно удивительно устроено. Ну, у лошади там, понятно, плотно, одинаковое, все, и как с чакой на березе. Ну, у коровы, как разрез, там грязь попадает, там может загнивание. То есть, для чего Бог дал глубокий, написанно, разрез? Ну, для человека, чтобы в сутенках ты знал, что в лоб потянуть. Бог так сделал. Пусть мне не то же глубокий разрез, а жрешки нет у нее есть, нельзя. Язычники осозняли любыми путями, старались их напомнить. Вы не думаете, что язычникам некуда голос давать, мясо с ним может. Нет. Ты хоть Богу помашь. Данное дело нарушить заповедь. А как быть нарушен, Бог у тебя платится. Это понимали люди верующие. И когда иудив пришла в страну врага, она говорит, вам не победить, что от народа. Это сказал Иоанн, язычник, до тех пор, пока они нарушают закон. Как только нарушат, Бог отсутит все. Они сразу делают уязвимость. Законите наша неуязвимость с соблюдением законов Божьих. Охран находим на сверке Христовой. Допусти самое малое отступление от авторных усыновлений, дальше неостановимая лавина понесет. Уже никогда не остановится. Мне личные известные люди, ну, минимум 5-6 раз переменили веру. Все из пятницы пошли, а два из чистых. И даже разницы теперь в этой песне нет. Вообще все одинаково верят, что это не хорошо. Но если в одной секции посмотрите на другой. Бог дает человеку понятие о чистом и нечистом. И Рахов 1-5. И на лице книжника он осуществливает праву свою. Я считаю, что у одного автора он говорит. И настолько были мудрые у человека мысли, лицо его всегда светилось, и глаза были, как натертые снежа. Выражение. Пишет девуший человек. На лице книжника. Вот разговаривает с человеком и видит, они занимаются, какая-то тупость, деревянность, как древно лицо. И человек, который много занимается, даже научными трудами, у него глаза буквально блещут. Вот я захожу в университете, где профессор, ректор, это доктора, наук, физико-математики, бежу на глазах. Сколько же там мудрости. Их пользуют. Но приходят на занятия. Люди, окончатся в академию. Меня пригласили и спрашивают, какой я тебя пишу, и он говорит, мне кажется, я еще не начинал учиться. Почему? Божественно его слышал. По-моему, это ничего из них нет. И при том все одинаково. Собранные профессора отвечают одинаково. Как будто я не начинал еще учиться. Какие же мы считаем, какую Бог дает нам мудрость. И теперь надо ее только брать. Первый янтрость, Кельши. Исхена 11. Дом, янтро книжник. Следующее, в законе Моисеевом. Священник. Для меня янтро, я повторяю, представляет загадку. С этой загадкой я буду неоднократно выходить на, может, даже на священный стимул. Почему он никогда не веровал. Он собрал верхний завет. Он же сказал тебе, какое чудо он сделал. Он восстанавливает Емузарию. Храм. Он в договорении уязычества устоялся к Кельско. Он был закон. Произдел развод в один раз во всем Израиле. Жили все священники, священники, кто не видели эти жиды. Женились на иностранных, на иностранках, на нивянках. Чему главное, что произвести одновременно везде развод. Ужас такой. День развода. В стране развода. Не честируя, не покорил и отпустили. Они не приняли нашу веру до конца. Развод. Они там не покорялись. Бил. Князей рвал голову на мир. И дедер слова сорвал на голове и на бороде. Вообще неукрасивый. Фанатик. Экстремист. А написано, что был книжник в следующем законе. Да, по-другому нельзя. Никто не верил, что наступит при его в этой обстановке. Наступил. Следующий побывавший у нас один раз подключает какой порядок. А с каким трудом этот порядок останавливается? Каждый день. Только сорянутся, где-то. Как начинают. То снасты с ними заходят. То юбки поднимают. Это больше какие-то. То есть ты как-то делал, как вы устав подгонзаете. Зачем вы это делаете? Подождите еще раз, прочитайте, что у нас может, что нельзя. Как стоять и подъебать ногу. Ноги сжать вместе. А так один раз вместе. Ты же не напал на морского корабля, не морской пехотинец. А это же сейчас, действительно, у нас в Уставе. Люди размещают, какой порядок, какая тишина. Это помогает сопередоточить. Это неспасительно еще. Но это уже ступеньки к порядку. Этот человек централизует, задумывается. Семь минут видно, что некоторые помяты, а кто-то углубится в молитву. Ну хотя бы один, но молит по десять минут. Если молитв, даже ни у одного человека не доходит до Бога, по средам. Считаем, что у Иеремии 8 глава 8 стих. Какие книжники бывают? Лживая церковь книжников, и закон превращает в ложь. Человек, который превращает в Писание, в собственной погибели, он все будет живы. Поэтому какой бы ни был хороший сектант, у него все время ложь. Все равно еще отделение от сверкли. Сегодня, да, сегодня можно, но придет Господь. И он-то придет за сверкли. Я не встретил ни одного ересь века, который был, а объяснил, что такое ересь. И один, руководящий у них в своей академии, в своей родителе, что такое ересь. Вот тебе объясняют, вот открывают, вот учение, вот речи, учение в церкви, ну и дальше дают определение. У них этого нет. Это было с первого века. В первое века была одна ересь, а сегодня тысяча одна. И должны их все знать. А тебе, чтобы не заблудить, а не знать, что идти в церковь. Скажи, Господь, дай мне смеленно принять то, как верили те, которые умерли, как мать и подносит. Затом это фактически он мученик. Его же ссылку тащили, волокли, все-таки не делали с ним, он не дадя досылки и умер. А ведь 400 тысячи, как при Антиме Ехомедийском, 32 тысячи через одного епископа прошло на небо. И они верили в это сейчас по право-фанам и по сектантам. У них был епископ. Епископу вообще кто-то принят. Матфея 5,20. Если правильность ваша не превзойдет в правильности книжников, они в эти писатели не вернуты. Господь показал вершину правильности для тандарейских книжники. Не сказал садухеи. А садухеи это все сектанты. Садухеи отделенные. Они все отнимают. У них было только пяти книжа Моисея Твора. Они ни сороков, ни солны, ни закон, ничего не принимали. Только пяти книжа. Садухеи, битвы, светящие сектанты. Садухе ни одного нигде не было святого. Ни одного. Это две бручировки книга Израиля. Садухеи и парищеи. Они даже объединенными силами стали Христову ловить. Да, возле не могли объединить. А правильности нет. Парисеи в этом и Павла нам. Парисеи, Парисеи. Садухеи нигде не один. Ни в житерах, нигде нет. Значит, правильность была в них. Но им надо превзойти. Все. И на себя надеются, на жертву Христа. Он умер, провел за нас кровь. Во Христе самое главное качество – это вера в Слово Божие. Вера во Христа. Нет у кого имени под небом данного человека, которому надлежало бы спасти. И вот книжник, кто-то наученный, он дойдет в Тарце Небесное. И так скажет. Если ты в Верхнем Завете уже научен был, прими Новый Заветие. Ты имел какую-то специальность. Употреби ее в новом духе, если принял крещение. Кем ты был? Ну, разбирался в чем-то. Применеете теперь, когда обратился к Богу. Был музыкальный, музыкальная способность и повернись здесь. Был привет. Закончил музыкальную штуку. Переменеет под Терпи, старое и новое. Вымеси. Матфея 23, 13. Христос говорит. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что дотворяете Тарство Небесное. И в память не входите, и отдащих не допускаются. И вот это, в первую очередь, православные. Книжники. Они знают правильный закон, заканчивают академию. Но все же печатали мощами, хлебными хорами, коммунизацией. Сама обращаясь к Богу, пока резко не услышишь. Чтобы сказали, сегодня у нас занятия, приходите. И чтобы народ образовывался в сотрудничестве. И на крестных ходах объединялся, сроднялся. Как мы там сроднились? А в слове Божьем. Марка 9, 16. Он спросил книжников. А что вы спорите с ними? Спор между книжниками и учениками. Христос, и учеников спросил. Я в цитании сюда нахожусь, что спорят, только не знающие. А как говорили страны, как-то трудная драка бывает. Нет. Который знает истину, он ее возвещает. А спорит, только не знает. Неверзаный, неповерзенный истинный. И спор. Да иди на момент, скажи, вот дальше я не знаю. Почитал очень крупного миссионера, Лазаря Моисеевича Казановича. На его кругах я учился, где-то был с теканцами. И он говорит, сегодня я здесь делал с новокранами, и их руководитель необычная вещь, успешание применить какой-то прием в беде. Спасаешь, осили меня. Я говорю, никогда вас не встречал. Я приходил в беседу и сказал, мне нужно домой поехать, поверить, как это выглядит. Прекусти на это место. Не знаешь, что-то отложить, запиши. Я спрошу, вы знаете, как понимали святые отцы. А не так, что спорите, в республике это было. Нам не нужна победа, зурная. Лука 20, 46. Христос прямо сказал, «Остерегайтесь к нижнику». Мы где-то с книжниками, приезжают там сюда даже священники. Я говорю, почему у вас близкие люди? Постой вопрос. А скажите, где борода оканчивается? Я бы написал, «Не порти края бороды твоей». А он показывает, а вот это борода или нет? Это не похорит музыка, он знает. Не бороться по-другому на голове и на бакенбардах. Они бьются здесь. Ну что он нам будет говорить? Его училить пять лет, как не принимать истины. Его училить пять лет, как определять истины. Больше ничего нет. Не портит края, и на этом все. Да нет, это не это, это вот здесь не портит. А это можно обрезать до конца. И в любом вопросе. Не украшает себя женщина и говорит, что хватит. Ну, прогулки не написано в картике, нигде не написано. Не написано. А Златоус покроет во второй главе правок и Истая. Просчитай его в оповеди. Деяния 23.9, книжники, фарисеи спорили. Они очень любят спорить. И спорили с тем, что человек, которому нет равных, которому Бог верил в Вселенную, они спорили. Вот если бы, ну, когда эта обстановка восстановится после воскресения измеря, так нам нужно проиграть. Вот мы бы оказались там, а потом бы сказали, по милости Божьей, переходим в 2007 год. Вот стоит Павел и вокруг его там 20-30 книжников полетей. Ну, теперь посмотрите, книжники полетей, ваше ущелье нигде нет, все разрушено. Посмотрите, миллиард христиан. И против кого вы стоите. Ну, посмотрите. Ведь это такие же были люди. Первое коричневое 1.20. Павел говорит, где мудрец, где книжник. Уже тогда, говорю, где они? Все стерно. А учения христианские, церковь Христова, как разными теми огнями сияют. Лука 5.39. И никто с ним старое вино не захочет отчет молодого, ибо говорит старое лучше. Я разбираю новое и старое и нахожу ответ, что бывает и старое лучшее, а бывает и новое. Новый дух не с вами, не с вами, это со старым. Старая дружба поверенная. А дети от такой легкости покинут, зайдут новое общество и оцени то, что сегодня и будет. Самое драгоценное то, что здесь люди верят в Бога, которые могут помолиться, где-то могут простить наши недостатки, когда попросишь прощения. Это люди, которые могут с тобой вместе склониться на молитве. вам мало. Пока много может быть нам же не справиться, но мало мы не можем справиться. И поэтому старство небесное подобно книжнику, которое научно обработкаствует. Все, что мы слышим, что читаем, но эта секторская литература очень хорошая. Я не открываю того, что я сторонник, любитель слушать проповедия на тесте и считаю его лучшим проповедником, каких я знаю. Я знаю, слушаю иногда трансмировое радио прекрасные проповеди. Но как только говорят, пишите адрес, и я им написал. Написал хороший ответ выхода книгу. Ага, Я им пишу. А как же вы могли отойти от церкви, когда ест на еще, и Христос один раз ее основал. Ответа ни разу не послушала. Снова пишут, все, мои письма лечат куда-то в другое место. И я понимаю, что эта новая патриархия точно так же мне отвечает, они не желают знать истину. А знающий истину обязательно обратится. Как написано, глупый не знает и не спросит, не может. А мудрый знает и еще переспросит. Хотим ли мы наше книжное знание, как и нам Господь дает, обратить на пользу? Все хотим смотреть на это через призму, через свет, как смотрела церковь первоапостольская Христова Православная. Аминь.